Сегодня 24 июня 1911. Представьтесь, пожалуйста. Чусов Николай Дмитриевич. Николай Дмитриевич, было ли у вас ощущение надвигающейся войны? Нет, не было. Что вы думали о войне в Испании, столкновении с Японией на Халкинголе в начале Второй мировой в Европе? Как? Как? Что вы чувствовали? Что вы думали о действиях советского правительства на международной арене внутри страны накануне войны? Как вы узнали о начале войны? Какова была ваша реакция? А реакция ваших близких? То же самое. Что вы думали тогда о причинах войны? Ничего не думали. Думали, что враг напал на Германию, напал на Советский Союз. Слышали ли вы речь Молотова 22 июня 1941 года? Да, слышали. А речь Салина слышали? Да. Какое впечатление они провезли тогда на вас? Произвели? Ну, такое тревожное. Расскажите, пожалуйста, о том, когда и как вы были призваны в действующую армию. Когда нас освободили в 1944 году, освободили, мы же были в оккупации немцев, освободили и подучили. Две недели мы прошли там сборы такие армейские, погрузили на оборону, повезли нас на Дальний Восток. И мы не знали, куда нас везут. А когда остановились, посмотрели Челябинск. А в каких сражениях, операциях вам пришлось принимать участие? Ну, в каких операциях? Я, в русской операции. Мы в Манчжурии, когда находились, там жили, мы в палатках жили. А когда объявили войну в Японии, мы снялись с этого места, где мы пошли. И поехали, пошли пешком, там, значит, грузы, на лошадях, на лошадях, на лошади забыли. И пошли пешком в сторону Японии. И пришли в город Гирин. В Манчжурский город Гирин, где там японцы были. И наша часть, учебная рота, занималась выкуриванием японцев из этого города. Мы нельзя что-то приходить. Стоит барак, бараки японцы. Надо их оттуда убирать. Но таких вооруженных столкновений не было. Они сдавались. Мы их отправляли в ТЭЛ. И все. И так шли, 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 шли. Потом остановились. И, слушай, война закончена. Япония капитулировала. И все. И мы там 5-2 месяца пробыли. В Гирине, город Гирине. Китайский. И поехали домой. Приехали в Сури, в Невман. Лесозаводск. Город Лесозаводск. Приморский край. Николай Дмитриевич, а, пожалуйста, вспомните один из несколько ноября. Более ярких боевых эпизодов с вашим участием. Боевых? Да. Когда, значит, в ночное время, наша рота заблудились в лесу. В лесу заблудились. И стали, значит, ну, это было вечером, на ночь. И вот ночью мне, значит, пришлось быть дежурным, я говорю, невальным этой части. Люди, солдаты спят, а мы, значит, с одним офицером, сражим. И когда мы услышали, что какой-то шум в лесу, мы же пришли, и дальше нельзя было полота и речка. А какой-то был шум. Мы разглядели, идут японцы. И, значит, мы дали выстрелы, чтобы предупредить. Они довольно по нас стреляли. Мы в роту взяли по тревоге. Вышли наши солдаты с автоматами, с пулеметами. Они ушли. Эту речку мы стали переходить. Ну, просто такое быстрое воинское столкновение, и японцы убежали. Все. А какая минута, день или события были самыми трудными? Самыми трудными? Тяжелыми, самыми опасными. Ну, таких опасных не было. Вот это, которое к нам добирались, японцы. Мы их отбили, всего, больше таких не было встреч. Японцы в деревне, когда мы там квартировали, японцы взывались без всякого поля. А событие как радостное, какое запомнилось? Радостное событие? Окончание войны. Мы знаем, что советские солдаты на фронте проявляли массовый героизм. Да, да. Что для фронтовиков было источником мужества? Источником мужества? Ну, как это, что бы все было. Защита Советского Союза, защита Родины. Можете ли вы рассказать о подвиге, которым мы были свидетелем? О подвиге, которым мы были свидетели? Ну, вот про этот подвиг, который я с японцами у нас был, столкновение одно. Вот это и подвиг. Остальное мы шли, и японцы от нас уходили. И там такое дело было. Вот идет взвод там рота японцев, и мы идем навстречу. Они в строю, и мы в строю. Они идут в левой стороне, мы идем в правой стороне. Никто ничего не говорит. Ну, мы их разоружили бы, остановили. А куда мы их делим? У нас нет ничего, мы одни. Они дальше идут, а мы вперед. Они туда, за нами, по Манчжурии, туда, в сторону Китая. А мы в сторону Японии. А имеете ли вы награды? Как? Награды имеете? Как вы записали? А как? Расскажите, пожалуйста, за какие заслуги? Ну, вот заслуга, первая заслуга была, когда мы отбили эту японскую атаку в ночное время. Медали у вас, да? Медаль за отвагу. За отвагу еще, какие медали? Медаль за боевые заслуги. Орден. И победа, орден Отечественной войны второй степени. А какая для вас особенно дорогая, и почему? Все дорогие. Все? С какими чувствами вы шли на войну, с каким возвращались? Как? С какими чувствами вы шли на войну? Ну, как чувствуем, как надо они шли, шли нормально. Нас призвали, так что бы уж идем. Сказали идти, идти, где остановиться, нас не спрашивали, где мы будем жить, где поехали. А возвращались с какими? Возвращались с какими чувствами? С хорошими. Как воспринималось в начале войны то, что Красной Армии пришлось отступать? Были ли сомнения в победе? Победы? Ну, трудно сказать. Конечно, были. Конечно, были. Так, как сказал Салим, враг будет разбит, победа будет взаима. Так, не, держали за это. Каково и ваши товарищи считали во время войны наиболее выдающимся полководцем? Все, Жукова, Рокоссовского, всех полководцев считали. А изменилась ли ваша оценка сегодня? Нет, не изменилась. Каково было ваше отношение к вашим сослуживцам к личности Сталина? Каково? Каково было ваше отношение и ваших сослуживцев к личности Сталина? Сталина. Хорошо. Да, хорошо. На фронте были люди разных национальностей. Да, да. Что, по вашему мнению, объединяло представителей разных народов на фронте? Дружба народов. Случались ли взаимные непонимания, конфликты на национальной почве? Нет. Нет? А верили ли в Бога на войне? До войны? До войны? До войны не верили? Нет. А влияло ли участие на войне отношение к религии? Нет? Как? Не начали верить в Бога на войне? Нет? Нет. На фронте часто складывалось тяжелое положение. Да. Как удавалось не падать духом поддерживать воинскую дисциплину? Ну, поддерживать старались, как написано в уставе, по уставу, по военному уставу. Там все было сказано, как правильно, естественно. Какую роль в развитии событий сыграл приказ наркома обороны номер 227 «Ни шагу назад»? Положительно. В этом приказе говорится о создании заградотрядов. Вам лично приходилось с ними сталкиваться? С кем? О создании заградотрядов? Заградотрядов? Нет, не сталкивались. Что запомнилось из встречи с населением во время отступления, во время пребывания в прифронтовых населенных пунктах? Что запомнилось вам? Запомнилось что? В населенных пунктах? Ну, нас освобождали, когда мы в деревне жили. Немцы освобождали. Ну, запомнилось то, ну, печально, конечно, что немцы пришли. Никакого радости никакого не было. Немцы – это оккупанты. И мы, так сказать, были согласны все, весь народ против немцев. А когда и откуда вы писали домой? Что сообщали родным о себе? Жив, здоров, воюем. А могли ли писать обо всем, что было с вами на войне? Нет, это не писали. Не требовалось. Когда и какие получали известия вы из дома? Что это? Когда и какие известия получали вы из дома? Получали известия хорошие. А были ли вы ранены на войне? Нет, не было. Нет? Вы были в плену или в оккупации? Нет, в оккупации было, а в плену нет. Расскажите, пожалуйста, о том, что пришлось пережить в плену после возвращения из плена, в оккупации. После, 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 ну что, как мы до войны жили, так мы и после войны стали жить. Как был у нас колхоз, так колхоз и продолжал. А как вы и ваши товарищи относились к тем солдатам, кто побывал в плену? Нет, я не знаю. Что вы знали о союзниках СССР? О союзниках? Все знали о печати. По печати. Газеты, журналы. А так мы как можем сказать? Радио, газеты, журналы. Насколько ощущалась на фронте их помощь? Какая помощь? Насколько ощущалась их помощь на фронте? Их помощь? Хорошая. Сталкивались ли вы с полученными по Ленд-Лизу танками, самолетами, автомобилями, продовольствием? Как сталкивались? Я не понял. Сталкивались ли вы с полученными по Ленд-Лизу танками, самолетами? Да, мы встречались. Где и когда это было, пожалуйста, скажите. Когда было? Ну как, во все военные действия, когда мы там слушались. Сколько я там служил в городе, мы сталкивались. У нас были машины, танки, все это заграничные. А какой помощи вы ждали от союзников? Что? Какой помощи ждали от союзников? Мы этим делом не занимались. Это не наша обязанность. А считаете ли вы, что их помощь была современной и достаточной? Ну, современной, конечно, достаточно трудно сказать. Помощь была, очень хорошая была. Были у нас и шинели иностранные, и питание было, и консервы всевозможные. Была помощь. Продовольственная и вещевая. А где и как вы встретили День Победы 9 мая 1945 года? 1945 года? Где и как вы встретили 9 мая? Ну, мы встретились 9 мая в дороге, в поезде. Мы ехали из города Лесозаводска, с Дальнего Востока, ехали в Манчжурию, поездом. И когда приехали в Красноярск, не доезжая немножко на Красноярск, мы узнали, что Германия, значит, капитулирована. Подписали договор, что война закончена, и все. Мы вышли из окону, начали вверх стрелять, радоваться. Хорошее было, так сказать, торжество. Хорошее. Мы ждали, 4 года мы ждали, вдруг война окончилась. Николай Дмитриевич. А то, что мы едем туда, на Дальний Восток, и будь вы нас в Японии, нам об этом не говорили. Ну, не знаю. Едем, но у нас так надо, как надо. Николай Дмитриевич, скажите, пожалуйста, какой фильм о войне, по вашему мнению, лучше всего передает атмосферу военных лет, отношения между людьми? Какой военный фильм? Я сейчас не помню. «Битва за Родину» есть такой фильм. А произведения какого писателя наиболее правдиво отображают войну? Ну, все произведения. Конкретно я вам не могу сказать, но я читал. А какой бы фильм вы сами посоветовали молодежи посмотреть о войне? Что-что? Какой фильм вы посоветуете посмотреть молодежи? Молодежи? Или какую книгу прочитать? Все, все фильмы, которые имеются. Как вы оценивали то, что после войны с Германией нам пришлось воевать с Японией? Ну, мы это ответили, встретили очень, так сказать, печально. Печально, очень. С расстройством и с печалью, что мы недовольны, конечно. Такая война закончилась, вдруг опять, понимаешь. А принимали ли вы участие в войне с Японией? Да. Что запомнилось больше всего вам? Ну, запомнилось то, что японцы отступали. И мы, так сказать, имели все время успех. Мы приехали, так сказать, эти точки, которые они там... Это же Манчжури, это все сопки, сопки, сопки. И они лесные такие. И вот это, которые они там, сколько были, делали выстрелы по нам, мы старались ликвидировать. Ликвидировать. Они большого сопротивления не делали. Мы занимались ликвидацией вот этих отдельных, значит, подразделений японской армии. А как вы восприняли победу над Японией? Отлично. Где и когда это было? Где и когда это было? Это было в июле 44-го года. И надо было 10 дней всего. Какое отношение к вам и вашим товарищам населения освобожденных стран в Европе к концу войны? Какое отношение? Хорошее. Какое отношение к вам и вашим товарищам населения освобожденных стран в Европе к концу войны?